Совершенно замечательное ощущение. И надо еще иметь в виду, что эта вода, она даже зимой плюс 18 градусов. Всегда комфортные температуры родники парамоновских складов. Ростовчане приходят сюда освежиться, позагорать, зарядиться энергией. У одной из главных достопримечательностей Ростова особый статус – складской комплекс памятник федерального значения. А недавно благодаря общественникам федеральной собственностью признали и родники. Впервые в истории Ростова мы три парамоновских родника, вот вы можете здесь их наблюдать, мы зарегистрировали в государственном водном реестре. А это не просто прибамбас какой-то, это очень существенный шаг, потому что сразу вслед за этим водные объекты становятся федеральной собственностью. И кроме этого, по закону администрация обязана сохранять бесплатный общенародный доступ к родникам. Источники питают дон, очищают его, а еще создают уникальную экосистему. Регистрация в водном госреестре должна помочь сохранить их. Сходятся во мнении и общественники, и специалисты Минприроды. В части благоустройства 131-м постановлением правительства определено муниципальное образование на территории, которая в их подведе, должны обеспечить благоустройство в том числе и родников. Государственный водный реестр это существенный документ, который в большей степени обеспечивает защиту водного объекта. Я вот хотела бы подчеркнуть особую роль в решении этого вопроса, этой общественности. Сейчас особые переживания активистов и экологов о судьбе городищенского родника. Он тоже уже зарегистрированный и федеральный. Общественники своими силами его обустроили, но нарушить течение бурного потока может стройка по соседству. Не просто может погибнуть родник, он может идти куда-то в сторону, а начнут усиливаться оползневые процессы, в результате которых, не дай бог, и здание пяти морей поедет, и то здание, которое строят под родником. Навредить роднику могут даже благие намерения. И вот пример. У источника в Александровке хотели обустроить купальню, но сделали это неправильно. Сток разместили слишком высоко. В итоге вместо бассейна с чистой водой – болото. Мы теперь видим полузаболоченное или заболоченное место, которое нельзя использовать. Родник нашел естественные выходы на территорию. Конечно, он в любом случае будет спускаться в Дон, но теперь уже эстетическое решение и гидротехническое решение нужно исправлять. Весь правый берег Дона сочится родниками. Одни общеизвестны, и к другим без сопровождения знатоков не проберешься. Название этого родника – поэтичная степная арфа. Но оно не официальное, а народное. Придумал его хранитель родников, который много лет смотрит за такими источниками. Однако далеко не у всех родников есть свои названия. Да и сколько их в Ростове – точно неизвестно. Экологи утверждают – больше сотни. А по области – тысячи. Водный реестр общественникам удалось внести пока не больше десятка. Процедура долгая и не дешевая, но активисты собирают новые документы и добиваются внимания. Виктория Щетинина, Николай Кубышкин, Первый Ростовский.